приветствую будни мастерской я так подумал решил что пожалуй надо показывать все интересное по горячим следам ну то есть из серии если нож есть то иногда он раз готов и хоба его сразу нет поэтому если приехал какой-то интересный нож то я буду сразу показывать для того чтобы если вдруг он слишком быстро уедет готовым не получилось что он вообще никак не попал видос потому что есть интересное и так начнем наверное снизу вверх пока мне первый раз короче говоря я вижу по-моему первый желтый frn пластик spider к то есть я видел pink видел коричневый видел естественно british green черный это ясное дело да а вот желтый как-то не помню по моему никогда еще не приносили именно желтенький и надо сказать что вот этот спойму этот вот это вот их водянистая серия так сказать которая данном случае lc200m сталь нельзя сказать что это прям что-то прям вау-вау с точки зрения как ножевая сталь но то что это ржаветь не будет это практически стопудовый факт и здесь задача этот нож только приехал в заточку и вот я не уверен что получится успеть его показать поэтому собственно решил сейчас показать так получилось что он просто упал новый нож куплен достали из коробочки и опа уронили к сожалению такое часто бывает сегодня 2 уроненных ножа это этот и этот вот и здесь надо сказать две вещи просто интересные первое это очень все-таки приятная форму это вот чувачка как бы мне всегда хотелось что-то как-то я никогда меня всегда останавливал соотношение длины режущей кромки для рукояти но уж больно ухватистый очень приемистый скорее всего рано или поздно когда-нибудь в этой жизни но все-таки у меня будет этот нож есть вообще вероятность то может даже вот такой просто потому что редко когда мне нравится желтый цвет а тут понравился вот но с другой стороны я понимаю почему я может и не созрею потому что честно механика ну такая механика не мое то есть вроде падает под собственным весом но у него при этом дикий люфт но он вроде бы падает под собственным весом при наличии дикого люфта он достаточно туго ходит при наличии этого люфта и вообще но не могу сказать что мне очень нравится если честно то есть по механике а вот внешне в руке ну прикольно да откровенная пластмасса но иногда это нужно и это иногда здорово антагонистом этого ножа давайте сверху является вот такой вот более или менее люксовый хеклер кох который супер тактицкий конечно но вот эта механика мне нравится да я ее сделал как следует но она и была достаточно приличный нож был просто достаточно изношен стар но в хорошем состоянии и у него нет люфтика никакого при том что он так вот так вот красиво такой хотел красивая и закрывается но ну просто чтобы было понятно можно так вот покачать клиночек здесь все по центру и выровнены максимально подводы вот единственное что слесарка конечно ужас и за . завода была просто ужас и надо было все это выправлять сделать красивое зеркало но в целом конечно все сделано вот этот клевый ножичек такой небольшой полный антагонист по механике и полный антагонист по строю клинка вот это милая резучие вот это ни черта толком резать не будет но зато доставляет удовольствие щелкать теперь вот такой вот барк ривер барк ривер вообще ножи странные у этого барка есть два спорных момента и два удивительных спорный момент это вот такое решение по канавкам абсолютно прямоугольным в разделительных вставочках в рукояти я вообще не знаю зачем делать такой грязи сборник на ноже которым вроде как но охота бы попользоваться может быть здесь что-то было я не знаю то есть ну я не знаю ассортимент всех ножей как они выглядят новыми к сожалению или к счастью но сюда прям напрашивается что-то заполнить туда залить или или за ну как ты на хотя бы резиновые технические прокладки честное слово черные чтобы грязь не попадала жесть вот но это ладно первая такая второе это то что он достаточно толстый клинок у него сканди и он еще с завода был дико залинзован то есть сканди были очень сильно залинзованы он при этом вообще ни черта не резал не было режущей кромки сейчас у нас естественно есть режущая кромка ну то бишь у нас раз ничего не видно значит есть режущая кромка вот здесь линза тоже с начиная с двадцати восьми градусов 26 градусов это как задано заводом вот в этом месте сканди спуска где-то вот 26 скорее вот до середины сканди спуска откуда я начал работать это 30 градусов и заканчивая 40 градусами то есть по сути заточка ножа на 40 градусов но сведение и застроя клинка по сути около начала основной заточной линзы она объективно говоря достаточно толстая поэтому нож он его мясо будет резать как сумасшедшие а бумажку ну тоже режет бумажка не проблема но вот рез конечно не такой как у вот например у этого ножа сейчас даже или у этого хотя он тоже относительно толсто сведет вот это вот такой вот нюанс ну второй спорный момент что если уж делать сканди это делать их просто в ноль завода чтобы люди ну могли как-то с этим жить вот они этого не сделали почему потому что сталь 3v это явно ну сведение в ноль сканди оправе ска заточка на как бы и сведение одновременно но для 3v это не лучший выбор и они подумали что нафигом это надо в принципе правильно подумали вот но факт остается фактом то есть тут дело такое зачем просто зачем да это их новая моделька такая типа first production рамбл и все такое но это спорно теперь удивительные две вещи первая удивительная вещь посмотрите как рисунок одной части рукоятки повторяется на другой я не знаю как это сделали может быть чисто теоретически это сделали прокрасив как-то уже потом потому что но рисунок очень похож с другой стороны он не один в один поэтому скорее всего на заводе просто подбирали так чтобы рисунки ну имели какое-то визуальное продолжение это я вам скажу реально крутовато то есть прям клёво и это интересно вот еще мне очень понравилась в принципе форма ножа рукоятка очень ухватистая такая приятная удобная на мой взгляд строй клинка не на сто процентов отвечает канонам сканди и в худшую сторону то есть иногда это бывает хорошо преимущество иногда плохо ну и теперь я покажу два ножа один готов один не готов вот этот вот товарищ он мне понравился заказчик привез ножик недорогой типа две тысячи или сколько то стоит тип того то есть вообще ни о чем вот нож неплохой крайне неплохой полированные аккуратные лайнеры облегченные лайнеры все по центру все щелкает отлично флипует крупный достаточно на вот вы видите рядом шарагоровым один в один вот все здорово и вставка такая разноцветная на то есть из двух цветов собран в рукоятке вот единственный опознавательный знак который я вижу вот видимо дэвид чем но есть и нюансы нюанс в частности тот что написано что сталька d2 сталька 2 здесь крайне такая ну средственная прямо скажем вот в принципе на на единственный недостаток но для меня например существенный хотя в целом вещь милая приятная то есть здесь классный интересный гринд я не знаю нож по мотивам какого-то оригинального нажали то он так придумал этот дэвид чем хэзэ но в целом прикольно мне понравился то есть некая такая намек на кинжальность который реально здесь нет сведение более-менее адекватное потому что такой узенький подвод это 40 градусов и это в принципе неплохо здесь выполнена простенькая заточка вот этот нож он упал на асфальт и у него были просто дикие повреждения то есть они все устранены но там было быть и найти прямо скажем вот но еще покажу этот нож в процессе производства поэтому он тоже еще не заточен очень вероятно что я его вообще не успею показать поэтому просто посмотрите какой клёвый сделан продольный сатин отдел не я вот очень очень красиво сделанный продольный сатин просто суперский ну то есть это я знаю что такое делать сатин продольный в том числе и ну как сказать это долго это сложно делать продольный сатин это как минимум вот на таком ноже это как минимум 3-4 спокойных вечера скорее всего по паре по пару часов взять если вот потому что это очень сложная кропотливая работа чтобы вообще без паразитных рисок чтобы идеальная параллельность рисок и прочее прочее это очень круто сделано и когда я заточу я еще покажу в заточном состоянии я надеюсь успею если нет то нет это будет бомба вот такая история такие будни мастерской много интересных ножей вот эти китайцы как всегда радует то есть если взять я не знаю вообще какой-то нож за 2000 будет так вылезом но здесь были лично на мой взгляд не очень по стали поэтому не лучший выбор но с точки зрения рукава рукояти и прочего лучших традициях китайского недорогого ножепрома вот но если вы так вот очень честно попробуйте угадать какой из ножей больше всего понравился лично мне и есть такое вот предпочтение явно вот мне интересно вы угадаете или нет я естественно видео говорить не буду потом в комментариях напишу тому человеку который угадал все до связи до новых встреч до свидания а